На экране вы видите фотографии электродвигателей постоянного тока. Они имеют различный размер, соответственно их мощности различны, но все они способны выполнять возложенные на них функции. Для демонстрации работы двигателя постоянного тока была собрана схема, состоящая из источника регулируемого питания и электродвигателя. При подаче напряжения на электродвигатель ротор начинает вращаться. Чем меньше напряжение, подаваемое на электродвигатель, тем меньше частота вращения ротора. Также частота вращения зависит от нагрузки, приложенной к ротору. Поэтому, чтобы более-менее точно контролировать такой двигатель, необходимо специальное устройство обратной связи. В конечном итоге это удорожает стома из прибора. Создано с использованием таких двигателей. На фото показан шаговый двигатель. Внешне он мало отличается от двигателя постоянного тока. Демонстрацию работы такого двигателя удобнее проводить на данной установке. Она представляет собой шаговый двигатель, закрепленный на кронштейнах. К ротору закреплена стрелка, которая на фоне шкалы с делениями наклятно показывает положение ротора. Этот двигатель способен вращаться как в одну, так и в другую сторону. Можно изменять скорость вращения ротора, изменяя частоту импульсов, поступающих на двигатель. Сила тока, проходящего через двигатель, не зависит от скорости вращения. С помощью компьютера можно динамически изменять скорость и направление вращения ротора. Ротор На экране фотография шагового двигателя ДШИ-200 отечественного производства. Такие двигатели использовались в матричных принтерах. Шаговый двигатель состоит из крышки статора, ротора и статора с обмотками. Ротор разделен на две части, между которыми расположен цилиндрический постоянный магнит. Ротор имеет зубцы, расположенные в осевом направлении. Зубцы верхней половинки ротора являются северными полюсами, а зубцы нижней половинки – южными. У статора четыре основных полюса. Также имеются зубцы. Принцип работы двигателя легко понять из следующей схемы. На рисунке схематично показан четырехобмоточный или четырехфазный шаговый двигатель. В роли ротора – постоянный магнит, который может вращаться вокруг оси. Ток, проходящий по обмотке, создает магнитное поле, которое взаимодействует с полем ротора магнита и притягивает его ко включенной обмотке. Так, например, если ток течет по обмотке А, заставляет магнит сориентироваться с северным полюсом к этой обмотке. Если в следующий момент ток будет течь через обмотку Б, то магнит повернется с северным полюсом к этой обмотке. Двигатель сделает один шаг. Если обмотки будут последовательно включаться одна за другой, тогда ротор будет вращаться, пока импульсы тока не прекратятся. Шаг такого двигателя равен 90 градусов. Шаг современных двигателей равен от 0,8 до 1,6 градусов. Этого удалось добиться с использованием зубчиков ротора и статора. Для демонстрации возможностей шаговых двигателей была создана модель крана, состоящая из двух шаговых двигателей. Шаговый двигатель 1 управляет положением стрелы, а двигатель 2 управляет высотой крючка. Шаговые двигатели управляются импульсами, создаваемыми компьютером, и усиленными адаптером. С помощью компьютерной программы, управляя краном, можно манипулировать объектами. В ручном режиме кран управляется с клавиатурой. В автоматическом режиме задана последовательность действий, которые должна совершить модель, чтобы переместить груз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...